И еще уникальная особенность инфопарка, то что там каждый день новая программа. Что там было сегодня, знает моя коллега Анна Воробьева. И готова поделиться своими впечатлениями. Анечка, начинай. Продолжаем праздновать день рождения региона вместе. Меня зовут Анна Воробьева, мы находимся в инфопарке Тюменская область. Я люблю тебя. Здесь насыщенная программа, проходят интерактивные лекции об истории старого саквояжа о Тюменской купчихе, о Тюменском ковракачестве. А еще гости инфопарка участвуют в различных мастер-классах. Например, здесь под руководством Святослава Шитова ребятишки раскрашивают деревянные игрушки. А еще можно самому попробовать резать по дереву и узнать больше о нашем зодчестве. Рядом со мной Миша Белевич, он из Тюмени и уже спешит поделиться своими впечатлениями. Миш, привет! Привет! Как тебе такое искусство? Нравится? Сложно ли? Нет, не очень сложно. Какими инструментами работаешь? Это стамеска, полукруглая стамеска. И орнамент у тебя получится? Это символ процветания. Слушай, получается очень здорово. Расскажи, с кем ты сегодня сюда пришел? Что больше всего нравится в инфопарке? Мы пришли сюда с мамой, ей нравятся разные мастер-классы. Прикоснуться к богатствам тюменских недр можно на этом мастер-классе от Линарии Брикнер. Здесь рисуют нефтью. Да, вы не ослышались, места сразу заняли все. Одной из первых была Даша Ефрюгина. Дашенька, ну как тебе? Мне очень нравится. Я впервые увидела нефть и порисовала ей. Я знаю, что открытку можно забрать с собой. Кому ее подаришь? Я ее подарю своим дяде и тете из Москвы. Здорово. А вот какое правило от Линарии? Вот самое главное, как правильно рисовать нефтью? Нужно держать кисточку ровно. Отлично. Мы тогда тебя не отвлекаем. А я напомню, что праздничная программа в инфопарке завершится концертом от истоков. А завтра мероприятия будут посвящены семьям региона. Будет и шоу коротких историй от наших земляков, квиз, тематические лекции и мастер-классы. Приходите.